Здравствуйте! С вами информационный обзор климатических событий в мире. В текущем выпуске мы увидим Ледяную стену на озере Ханка Климатический обзор за неделю Пример доброты и человечности от Джао Йонгу Как племя Баб-Эмба поступает с негативом? Дорогие зрители! Подписаться на климатические новости вы можете в социальных группах, какие видите на экране. А сейчас усаживайтесь поудобнее, так как нас ожидает интересное познавательное путешествие. И не забывайте лайкать и писать комментарии о том, что вам наиболее понравилось или о чем хотите узнать в следующих выпусках. Ваше мнение для нас очень важно. Подписывайтесь на наш канал, кликайте на колокольчики, чтобы всегда оставаться в курсе новостных климатических событий в мире. В уезде Мишань, китайской провинции Хэйлудзянь, расположено озеро Ханка. Редкое явление увидели жители, придя декабрьским утром к его восточному берегу. На озере, растянувшись на десятки километров, выросла ледяная стена. Если поначалу высота ее не превышала 3-4 метра, то уже через некоторое время местами она доросла до 20 метров. В чем причина образования столь удивительного явления? Для этого требуется соблюдение нескольких условий. Наличие потоков воды над поверхностью озера, длительные пониженные температуры, а также сильный ветер. В мире все фрактально. В отношениях людей часто возникают ледяные стены. Однако в наших силах все изменить. Чтобы растопить в сердце лед, достаточно немного огня любви. Ведь настоящая любовь является восстановлением единства душ. Любящий человек видит в другом родство, красоту его души. Когда человек пребывает в настоящей любви, он больше видит не поверхностную красоту. Имеется в виду умственную, физическую красоту другого человека. Его таланты, способности, а именно внутреннюю красоту его духовного начала. В этом случае он начинает видеть человека под совершенно иным углом зрения. Да и в том человеке также происходит заметное преобразование. Представь, если последний вел себя агрессивно по отношению к окружающему миру. Вдруг неожиданно для него самого кто-то увидел в нем не злого человека, а доброго. Обратил внимание не на его плохие качества, а на хорошие. То есть обратил внимание на его духовную красоту, которая в нем также есть, но не была доминирующей в сознании. Благодаря этому искреннему чувству, человек начинает не просто раскрываться, но и меняться в лучшую сторону, пребывая сознанием в полной чаше любви. Цитата из книги Анастасии Новых «АллатРа». Из-за двойственной природы человека в человеческом сознании возникают различные мысли, эмоции и желания. И чтобы понять окружающий мир и процессы, происходящие в нем, необходимо в первую очередь познать себя. В этом помогут книги Анастасии Новых, а также вышедшая на канале АЛЛАТРА ТВ передача «Сознание и Личность. От заведомо мертвого к вечно живому». В мир у нас учат лишь уму, памяти, знаниям и логике. А при познании Истины необходимо освоение возвышенной ступени самосовершенствования, осознанности и понимания тех глубинных чувств, которые исходят от Души. Ведь духовный опыт находится вне пределов ума. Из книги АЛЛАТРА 30 декабря. ЮАР. В округе Йоханнесбург, провинции Гаутенг, прошел торнадо, сопровождающийся градом размером с перепелиное яйцо. В результате шторма повреждены 80 домов. В то же время в провинции Квазулу-Натал проливные дожди вызвали затопление. Таиланд. На город Суратхани обрушился смерч, в результате чего были повреждены 123 здания. Пострадали 5 человек. В течение дня на планете было зафиксировано 324 землетрясения. Из них 56 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 6,1. 31 декабря. Франция. В результате зимней бури Кармен, обрушившиеся на регионы Британь, Новая Аквитания и Пей-де-Ла-Луар, без электроэнергии остались более 105 тысяч домов. Скорость ветра к 1 января достигла 39 метров в секунду. ЮАР. В провинции Мпумаланга выпал град размером с мандарин. Индонезия. В округе Пей-Маланг в результате прохождения торнадо пострадали 13 человек. РОССИЯ. В углегорском районе острова Сахалин от шквалистого ветра, порывы которого достигали 50 метров в секунду, были повреждены 42 дома. Израиль. В городе Хайфа проливные дожди вызвали подтопление улиц. Выпало 50 миллиметров осадков. ФИЛИПИНЫ. На острове Сибу сильные ливни вызвали сошедствие оползней. Улицы города Толедо были подтоплены. В течение дня на планете было зафиксировано 261 землетрясение. Из них 55 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 5,3. 1 января. ФИЛИПИНЫ. Тропический шторм Агатон обрушился на южную часть страны. Были эвакуированы 1200 человек. ФРАНЦИЯ. По департаментам Эндер и Жеронда прошел смерч. МАЛАЙЗИЯ. Сильные дожди вызвали наводнения в штатах Джахур и Паханг. Без крова остались 2000 жителей. В штате Паханг пострадали 10 тысяч жителей. Свои дома покинули свыше 3000 человек. КОЛУМБИЯ. Между городами Медельин и Сан-Херонима в департаменте Антьокио сошел оползень. ПАЛЕСТИНА. По поселку Дейр-Самет в провинции Хеврон прошел торнадо. В течение дня на планете было зафиксировано 286 землетрясений. Из них 42 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 5,3. Пример доброты и человечности. В Китае 56-летний мусорщик Джао Йонгчжо уже более 30 лет помогает детям из бедных семей получить образование. За это время он помог выучиться 37 детям. Джао сам вырос в бедной семье. Когда умер отец, они с мамой выжили благодаря поддержке и заботе соседей. И Джао решил, что обязательно будет помогать другим людям. Все свои деньги, оставшиеся после оплаты счетов за квартиру и покупку еды, Джао отдает на благотворительность. В какие бы условия человек не попал, какие бы препятствия не ставила ему судьба, нужно жить так, как подобает человеку с большой буквы. Самому становиться человеком и помогать окружающим людям. Главное в этой жизни быть свободным внутри по духу, свободным от мира материи, идти к Богу, не сворачивая с этого пути. Тогда во внешней жизни вы сможете максимально принести пользу людям и прожить жизнь, достойную званию человека. Спасение своей души — это главное дело в жизни человека, основная его цель, смысл его существования. Спасение души — это истинное служение духовному миру, а не материальному. Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. 2 января. Эквадор. В городе Библиан, провинции Каньяр, прошел градовый шторм. Местами уровень градового покрова достигал 10 сантиметров. Аргентина. Около поселка Портерильес прошел торнадо. В городе Каркаранья выпал град размером со сливом. Австралия. В северо-восточных штатах Квинсленд и Новый Южный Уэльс из-за шторма без электроэнергии остались 6 тысяч человек. В десятках населенных пунктов выпал крупный град. Местами размер градин достигал 8 сантиметров. Боливия. В департаментах Качабамбо, Ла-Пас и Санта-Круз проливные дожди вызвали паводки, от которых пострадали 23 с половиной тысячи семей. В городе Санта-Круз-де-Ла-Сьерра выпало 184 литра осадков на 1 квадратный метр. Повреждено 242 дома. Перу. В районе Кимбери, провинции Куска, из-за сильных дождей и повышения уровня воды в реке Апуримак пострадали 15 человек. Китай. В провинциях Аньхой, Хубэй, Хэнань, Санзу и Шэнси прошли сильные снегопады и ледяные ливни, от которых пострадали 567 тысяч человек. Были повреждены 400 зданий. Эвакуированы 200 жителей. В течение дня на планете было зафиксировано 318 мл. трясений. Из них 68 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 5,9. 3 января. Шторм Элеонора обрушился на Европу. Наиболее пострадали 6 стран. Ирландия. В стране порывы ветра достигали 43 м в секунду. Шторм Элеонора вызвал нагодные волны, которые привели к затоплению прибрежных городов Голуэй и Лимерик. В некоторых населенных пунктах нарушено водоснабжение. Без электроэнергии остались 150 тысяч домов. Великобритания. Из-за шторма Элеонора, порывы ветра которого достигали 44,7 м в секунду, обесточено 20 тысяч домов. Были повалены деревья. Нарушено автомобильное и железнодорожное движение. Франция. Из-за ветра, порывы которого достигали 41,6 м в секунду, 225 тысяч домов остались без света. Повреждены несколько зданий. Следствием шторма стало и усиление пожаров на острове Корсика, где пострадало 1800 гектаров леса. Бельгия. В результате циклона Элеонора, обрушившегося со скоростью ветра до 40 м в секунду, нарушено автомобильное и железнодорожное сообщение. Были повреждены крыши домов. Нидерланды. Из-за шторма Элеонора пострадали 5 человек. Швейцария. В результате шторма Элеонора, с порывами ветра до 62,7 м в секунду, пострадали 16 человек. Без электроэнергии остались 55 тысяч жителей. В кантоне Фрибур разрушено несколько зданий. США. В городе Талахасе, штата Флорида, впервые за 28 лет выпал снег. Конго. В городе Киншаса обельные дожди вызвали наводнение и сошедствие оползней. Пострадали 37 человек. Были разрушены мосты. В течение дня на планете было зафиксировано 331 землетрясение. Из них 58, магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 5,4. 4 января. Индонезия. Округ Северный Ачих, провинции Ачих, пострадал от наводнений. В районе Перактиму подтоплены 1400 домов. Эвакуированы 1300 человек. Китай. В провинции Юннань произошло землетрясение магнитудой 4,6, от которого пострадали 33 700 человек. Повреждены 700 домов. США. На северо-восток страны обрушился циклон Грейсен, принеся метели и сильные снегопады. Штаты Новая Англия, Нью-Джерси и Нью-Йорк. Местами выпало более 40 сантиметров снега. Штаты Восточного побережья пострадали от прибрежных наводнений. Швейцария. В кантоне Вале муниципалитета Савьес сошел в оползень. Черногория. В результате землетрясения на юго-востоке страны были повреждены 70 зданий. В течение дня на планете было софиксировано 335 землетрясений. Из них 67 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 5,6. Чтобы чувствовать любовь вечно, нужно раз и навсегда принять очень твердое решение. Любить, несмотря ни на что. Протеерей Павел Кумеров. Пятое января. Новая Зеландия. Ураган обесточил 20 тысяч домов. Прибрежные районы были затоплены. Канада. В атлантических районах страны из-за снежного шторма без света остались 152 тысячи человек. Израиль. Шторм с проливными дождями подтопил несколько районов страны. Палестина. От циклона пострадал западный берег реки Иордан. Мадагаскар. Тропический циклон Ава обрушился на восток страны. Порывы ветра достигали скорости 55,5 метров в секунду. Обильные дожди вызвали затопление в городе Туамасино. В течение дня на планете было зафиксировано 363 землетрясения. Из них 49 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 5,3. На протяжении недели в стадии извержения находилось 36 вулканов. В течение недели произошло 562 землетрясения в радиусе до 20 км от действующих вулканов. И на глубине не превышающей 20 км. Наиболее активными были зоны разлома Тьорнес в Исландии, а также Клерлейк и гора Мамот в Калифорнии. Также произошло 16 землетрясений в 30 км от Кальдера Йеллоустоун с максимальной магнитудой 2,1. Всего за неделю более 5700 человек стали климатическими беженцами. Южно-африканское племя Бабэмба показывает замечательный пример единения и человечности, доброты и заботы. Когда кто-либо проявляет негатив по отношению к себе или к другому человеку, все в племени собираются вместе, сразу же оставляя все свои дела и окружают человека со всех сторон. Каждый начинает по очереди говорить о хороших делах, какие совершил этот человек. Говорят о добре, о человечности, о любви. И разговор может продолжаться несколько дней. В этот момент помощь и забота для всех являются самым важным делом. Как говорится в книге Анастасии Новых «АллатРа», в цивилизованном обществе, имеющем духовный вектор развития, каждый человек с детства должен уметь игнорировать мысли от животного начала, понимать свою двойственную природу, свою энергетическую конструкцию и ее возможности. Он должен знать, что непосредственно связан с духовным миром, что Бог един, и для общения с Ним вообще не должно быть каких-либо посредников. Это таинство двоих – человека и Бога. В обществе необходимо создать условия, чтобы новые личности, пришедшие в этот мир, понимали главный смысл жизни – наращивать свою духовную силу, соблюдать естественные для человека культурно-нравственные основы, проявлять больше человечности, доброты в своих мыслях, словах и делах, совершенствоваться во внутренней работе над собой и в конечном счете спасти свою душу. Объединение людей – залог выживания человечества. Благодарим, что посмотрели выпуск, что поддержали его лайками и поделились им с друзьями. Встреча в новом еженедельном выпуске. Мы подготовим для вас новый интересный материал.